Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что вы оказались как бы между двух огней. С одной стороны, вы совершили ошибку, но ошибку совершил мужчина, когда изменил вам и вы вас удал отметку, что изменили ему, что в принципе является как бы не очень хорошим, конечно, поведением, но и довольно-таки предсказуемым и ожидаемым. Понимаете, в чем дело? Если мужчина вас любит, если мужчина сожалеет о том, что сделал, то, наверное, понимает, что как он поступил с вами, так вы могли совершенно спокойно поступить и с ним. И что если человек поступает определенным образом с другим, то, соответственно, нужно быть готовым к тому, чтобы с ним поступить так же. Понимаете, в этой ситуации, если есть возможность получить результаты ДНК первой, то получите их, посмотрите, может быть, у вас получится как-то их скрыть и так далее, а ему сказать, что он, собственно, отец ребенка. Если вы не хотите его обманывать, то, опять же, если нарастает приоритеты, я имею в виду, что если вы не хотите его обманывать, это хорошо, но, видите ли, говоря о том, что вы не хотите его обманывать, что вы подразумеваете под этим? То есть, если вы, например, говорите о том, что, ну, если вы имеете в виду, что не хотите его обманывать в том контексте, что вам неприятна вот эта вот сама ситуация, что вы ему изменили и так далее, это одно. Если вы не хотите его обманывать, то это имеется в виду, что имеет в виду ДНК. То вот, если придет ДНК, а вы выяснете, что это не он, а麻тся ребенка, то получится то, что вы его обманули. То есть здесь вот желательно-поделательно бы такое вот уточнение сделать, на мой взгляд, оно весьма важно, это уточнение, вот. Значит, смотрите, какая происходит ситуация, ну, вы определите для себя ваши приоритеты, то есть что для вас важнее, либо вы руководствуете материальными какими-то вот ценностями, да, то есть имеется в виду материальные ценности, это в том смысле, что не хотите оставаться на улице, как вы говорите, да, вот. Вот, либо речь идет о том, что, значит, либо речь идет о том, что вы все-таки хотите с такой мужчиной жить в сердности, в открытости, в откровенности и так далее. То есть вот, с этим моментом тоже, тоже я бы хотел, чтобы вы старались разобрать. Вот. И сходя из этого уже можно будет решить, ну, выявить, выделить вашу позицию, и вам будет тогда более понятно, что же вы хотите получить. То есть в ситуации, когда вы не знаете, что вам делать, в ситуации, когда вы не знаете, как вам поступать, имеет смысл всегда определиться с приоритетами, что для вас важнее. И определиться с приоритетами, вы могли бы тогда уже принять решение, исходя именно из своих приоритетов, а не, значит, из ситуаций. И надо понять, что за что-то все-таки брать ответственность придется, за какие-то вещи, к сожалению, ответственность в точек раз придется. И работа в том, что за что, либо за то, что вы изменили, либо за то, что вы обманываете его. Я все-таки хотел бы, чтобы вы для начала уточнили, в каком контексте вы здесь пишете про результаты ДНК. То есть если результаты ДНК придут и выяснят, что все-таки отец ребенка мучит, то все равно вы будете стремиться там, чтобы рассказать ему правду. Или как? Или нет? Это вот такой момент. Второй момент. Необходимо, чтобы вы постарались проанализировать своего мужчину и подумать, исходя из его нервной системы, исходя из его взглядов, как он, например, отреагирует на то, что вы ему изменили, особенно в контексте того, что он вам сам изменил тоже, и, как бы, может быть, у него тоже есть ребенок у другой. Это еще неизвестно. Вот. Вот с этими моментами постарайтесь определиться и определите, в какой помощи вы хотите. То есть, вы знаете, как вы говорите, вы говорите, значит, помогите, прошу вас, помочь в чем важный вопрос. В чем вам помочь, Людмила? Вот вы скажите. Экологическая проблема у вас только в том, что вы боитесь тому, что знает правду. И боитесь вы, как я понял, потому что боитесь оттаться на улице. Но справду знать, ээээ… справду знать, эээээ… Нельзя, да, но не подумайте, как встретить результаты ДНК, вот, и, соответственно, от мужчины своего, спросите, попробуйте узнать, как это вот можно сделать, как можно конфиденциально узнать результаты ДНК, вот, можно ли их подделать. Услуга эта, кстати говоря, вроде как предполагается, вот, и все это решается, если вы хотите именно таким способом поступить. Если вы все-таки хотите все разрешить душевно, вот, то тогда можно говорить о том, что вам придется взять на себя ответственность за то, что вы сделали. И по-другому в этой ситуации никак. Но прежде чем брать на себя ответственность, подумайте, как мужчина ваш отреагирует на вот то, что такая ситуация есть. То есть вы узнаете его, и вы можете предсказать его поведение. Вот именно это постарайтесь и сделать, предсказать его поведение. И, исходя из того, как он отреагирует, вы сможете понять, стоит ли ему говорить, или, может быть, оставить это лучше тайминг. А мы знаем некоторые вещи, и некоторым людям лучше ничего не знать. Это определенно, это факт. Это факт. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.